Паркет это здорово. Когда паркет хорошо сделан и радует глаз, заказчики всегда довольны. Вот нас позвали на объект, где нужно было сделать перешлифовку, но паркет советский и лежит на клее КН-3. Поэтому около балконных и оконных частей он начал очень интенсивно отваливаться. Что можно сделать с этим вот такой вот проблемой? В данном случае у нас паркет лежит на бетоне, поселенный по советской технологии на клее КН-3. Срок службы клея КН-3 25 лет, следовательно он уже потерял все свои свойства, что мы видим на этом отрезочке. Здесь он отвалился, тем более здесь подъем около балконной двери, стяжка не ровная. И если посмотреть, то слой клея достаточно маленький. Это такое часто проблемное место на таких объектах. В принципе, если потихоньку разбирать, мы сможем разобрать всю комнату. Потому что клей потерял все свои связывающие свойства. Но это место самое критичное, потому что ходит, и его получилось достать. В данном случае мы сейчас все это зачистим от клея, прогрунтуем полиуретановым грунтом и приклеим на МС-полимерный клей, чтобы оно хотя бы держалось. Со слов хозяина, владельца этой квартиры, паркет здесь лежит почти 40 лет. И фактически он не шлифовался, не обрабатывался. То есть как его положили, первый раз цикливали, покрыли, а потом, скорее всего, он натирался разными составами. Это очень легко проверить, потому что слой износа фактически не вытерт. То есть плашка имеет свою фактически изначальную толщину. Вот мы снимаем клей. Вот он фактически превращается в пыль. Сомешечка счищается. В советское время грунтовки не использовали, пол залили и сразу же на него клеили паркет. Вот мы только что вытащили вот эти вот плашечки. И вот он клей, вот он. КН-3, да, вот эта вот труха. Причем еще достаточно тонкий слой. Грунт мы хорошо полисосим поверхность, чтобы убрать весь мусор, остатки клея. Грунт мы используем Бергер Праймер П. Наносим его с помощью кисти. Грунт используем для качественного соединения стяжки и клея. Мы подготовили основание, зачистили, прогрунтовали, сняли паркет, зачистили паркет с тыльной стороны и будем его сейчас склеить. Используем клей Бергер М1. Это однокомпонентный силановый клей, который можно использовать для укладки паркета прямо на стяжку. В своей работе использую специальный паркетный молоток, который очень удобно добивать паркет. Это вообще, в принципе, поджимание клиндочками – это стандартная ситуация для паркетчика. Чтобы паркет не ходил после приклейки, если мы его не пристреливаем, то любое движение, любой, кто пройдет, не умеющий ходить по паркету, шапкой и так далее, он просто сдвинет, у тебя плашка приклеится так, как уже по сдвинутому. Поэтому закрепляем клиндочками, чтобы паркет не ходил, чтобы клею успел сцепиться. Мы приклеили паркет обратно к основанию, поджали клиндочками, чтобы свести щели к минимуму и вернуть паркет в более-менее исходное положение. И впоследствии прижали его. А обычно для этого мы используем ведра из-под клея, которые наполняем водой. В данном случае у заказчика осталось пара пачек плитки, ведро с водой. Вот мы зажали, теперь ждем до завтрашнего дня, чтобы это все отсеклевать.